Продолжение следует... Про актуальных данных и исторических данных, и почему их нельзя смешивать. Поговорим про секционирование, про оптимизацию на уровне приложения и про то, как лучше обновлять большое количество данных, когда есть какие-то задачи, и надо сделать именно массовые изменения. Начнем мы с денормализации и нормализации. Если вы помните, то на предыдущей лекции в качестве примера была взята база кинофильмов. База на 2 гигабайта, в которой лежат фильмы, выпущенные с времен Чарли Чаплина. Даже, по-моему, там есть замечательный фильм «Привытие поезда». Шлягер всех времен и нарядов. Значит, и в качестве примера запроса был взят запрос про зомби. Получить все комедии про зомби. Отсортированные по рейтингу. Если взять эту базу, как она есть, как она создана, и выполнить вот этот вот запросик, то мы получаем время выполнения порядка 7,7 секунды. Вот на вот этом ноутбуке. Другое железо может выдавать другое время, но в целом 7,7 секунды – это не то чтобы очень мало. При этом это без индексов. Никаких индексов, ничего нет. Если построить индексы в лоб, то есть индексы по 4-н-кей, по полям, по которым идет фильтрация, то есть по названию, то, к сожалению, этот запрос увеличивается по времени. Он начинает использовать Нестинглуб, но оптимизатор ошибается. И время выполнения запроса увеличивается где-то секунд до 10. После небольшого переписывания этого подзапроса удалось добиться более годного времени выполнения, а именно где-то полсекунды. Здесь хотелось бы отметить следующее. Кто-нибудь помнит, почему в большинстве случаев приоритет при выполнении запросов – это использование джойнов, потом, собственно говоря, менее удачный вариант, чем джойн – это не коррелирующий подзапрос, потом, соответственно, коррелирующий подзапрос – самый плохой вариант. Здесь мы отказались от джойнов и перешли на подзапрос. Кто-нибудь помнит, зачем мы это сделали? С чем это связано? Правильно, в случае с джойном, вот как вот здесь, у нас на один фильм приходилось много рейтингов, и на этот же фильм приходилось много тегов. За счет этого получалось декартовое произведение. У нас количество записей на один фильм получалось количество тегов для этого фильма, умноженное на количество рейтингов для этого фильма. В результате с ОБД приходилось обрабатывать безумное количество записей. Получалось слишком много. Запрос простой, но записей много. А с подзапросом получилась такая ситуация, что каждый фильм у нас теперь по одному разу фигурирует. Поскольку он фигурирует по одному разу, у нас нет вот этого взрывного количества записей. И именно это позволило сократить время выполнения запроса до полсекунды. Следующий этап. Был построен покрывающий индекс, чтобы считать рейтинги побыстрее. Не путем выборки всех рейтингов, которые относятся к этому фильму по индексу. Потом зачитывание всех этих рейтингов, чтобы получить собственную оценку. А чтобы эту информацию можно было получить непосредственно из индекса. Это ускорило запрос еще немножечко. До 82 миллисекунд. То есть воспользовались покрывающим индексом. Так, еще раз. Про подзапрос. Значит, в большинстве случаев ситуация следующая. Джойны наиболее оптимальны. Потом идут некоррелирующие индексы, потом некоррелирующие подзапросы, потом коррелирующие. Значит, в чем разница, почему некоррелирующий подзапрос хуже, чем джойн? Кто помнит? С чем это связано? Откуда идет такая нелюбовь подзапроса? Основная проблема некоррелирующего джойна в том, что в случае наивного выполнения, когда СУБД не может развернуть его именно в джойн, он должен быть выполнен целиком до того, как начнут получаться первые результаты выполнения запроса. То есть, берем случай с наивным выполнением. То есть, если взять конкретно эти запросы и Postgres, то Postgres все их выполнит так, как будто это джойн записано. То есть, у него хватит ума размотать этот цикл, сообразить, что мы от него хотим, и выполнить их абсолютно одинаково. Если брать наивное выполнение, то возникает следующая ситуация. Сначала надо выбрать все записи из отделов, и только после этого можно начать выполнять верхний запрос. Внешний. В случае с джойном, соединение таблиц происходит параллельно, и мы получаем конвейер. То есть, по мере, как только СУБД получит первую запись, оно сразу же отдаст ее нам, и мы можем начать ее обработку. В случае с подзапросом, велика вероятность, что оно скатится вот именно к последовательному выполнению частей, и он сначала выполнит весь внутренний запрос, и только потом выдаст нам результат. То есть, выигрыш в том, когда мы начнем получать ответ от СУБД. Если посмотреть на вот этот подзапрос, то он не обладает этой проблемой, по какой причине? Потому что у нас здесь уже есть группа и уже есть ордер. В любом случае, пока мы не сделаем всю группировку, и не вычислим среднее, результата мы не получим. Поэтому этой проблемы с тем, когда мы получим первую запись, здесь уже нет. Мы уже не можем ее получить сразу. Так. Ну, с коррелирующим подзапросом вообще все понятно должно быть. Он выполняется обычно по умолчанию один раз на каждую строчку. То есть, это самый-самый поганый вариант. Итого, подведем краткий итог. За счет индексов мы сделали без индексов первоначально. И если посмотреть результат, который выдает X-Plane, X-Plane Analyze Blocks, то можно посмотреть, что конкретно делалось СУБД в это время с точки зрения количества чтений записи. И вот если выполнить X-Plane Analyze Blocks на каждом из этих вариантов, то можно увидеть, что без индексов было достаточно небольшое количество, ну, порядка 200 тысяч чтений. И откуда-то взялось 46 тысяч записей. Как вы думаете, откуда они взялись? То есть, у нас нет индексов, мы делаем подзапрос. Да, это хэш-индексы. Запись в данном случае взялась из-за того, что понадобилось создать вот эти вот временные хэш-индексы, которые непосредственно после выполнения запроса были выкинуты в утиль. Но, тем не менее, их надо было создать. Сами они ниоткуда не взялись. И мы получили, что у нас много чтения, много записи. После создания индексов базовых, под простейшими индексами, которые надо создать, я подразумеваю, что всегда имеет смысл создавать индексы для 4-н-кей, в 90% случаев. Там есть редкие исключения, когда это не нужно. И индексы по полям, по которым идет выборка. В нашем случае были названия. Название тегов, название жанров. То есть, это основные индексы, которые имеют смысл создать. В любом случае, просто не задумываясь. Запрос выполнялся дольше, но при этом мы видим, что у нас откуда-то затесалась одна запись. Я, честно говоря, не смотрел суть ее происхождения. То есть, в какой части планировщика она была рождена. Но суммарно мы получаем, что у нас было гораздо больше чтений. Потому что планировщик выполнил не хэш-джойн, а настит лук. Но у нас запись всего одна. Мы существенно выиграли на том, что мы не использовали запись на диск вообще для выполнения этого запроса. Далее. После исправления запроса картина стала еще лучше. У нас резко сократилось количество чтений. Записи и так была одна штука, они все ушли. И в случае с покрывающимся чтением, с покрывающим индексом, у нас еще меньше стало количество чтений. То есть, читать мы стали гораздо меньше. В результате, если посмотреть на всю эту историю, то мы сократили время выполнения запроса почти в 94 раза. Так, у кого-нибудь есть мысли, в какой ситуации могут не быть нужны индексы для foreign key и... Ну, для foreign key. Начнем с простого. То есть, вот есть 90% случаев, когда они нужны, и 10% случаев, когда они могут быть не нужны. Создание вот именно персонального индекса по полю, по которому идет foreign key. В принципе, ситуации две. Таких вот, на вскидку. Это ситуация первая, когда у нас идет только вставка записей, и мы никогда не удаляем родителей. В этом случае проверка на наличие потомка при удалении родителей, она не нужна. То есть, мы должны никогда не удалять родителей, мы не должны делать выборок с участием вот этого вот индекса. Мы по какой-то причине мы вот его в записи добавляем, но мы этой выборки не делаем. И еще один вариант, который не относится к этому, это когда есть индекс, который включает в себя, уже есть индекс, созданный по какому-то другому поводу, который включает в себя foreign key поле первым. Тогда не нужно создавать индекс персональный для вот поля foreign key, потому что уже есть индекс, который пригоден для работы. Так. Теперь, значит, запрос ускорился в 94 раза. Ну, почти. Победа! Заменяем зомби на камень и получаем снова 10 секунд. 82 миллисекунды – это еще достаточно хороший результат. И во многих случаях его достаточно. Не всегда, но часто. 10 секунд – это вот ни в какие ворот не лезет. Это уже на глаз заметно. Что нам нужно вообще попытаться оптимизировать, чтобы не... Запрос выполнялся... Ну, быстрее работать с базой. Первое, что нужно понимать, что если мы делаем какое-то лишнее действие, лучше всего его вообще не делать. И нам нужно не читать лишних полей, сделать так, чтобы не обрабатывались строчки, которые не нужно обрабатывать. Ну, вот хороший пример обработки ситуации, когда обрабатывалось больше строк, чем нужно, это когда мы заменяли join на подзапрос. То есть, это вот как раз эта ситуация. Не нужно выбирать ненужных столбиков, всех столбцов и соединения. В общем, убирать все лишнее. В принципе, в данном запросе... Сейчас я найду его. В данном запросе ничего лишнего уже не выбирается. Но, тем не менее. Что с ним не так? Мы хотим сделать сервис, который позволяет, воспользовавшись какой-то темой, жанром, получить лучшие фильмы. Делаем этот волшебный сервис и сделали вот такой вот запрос, который, в общем-то, выдает нам ответ на наш вопрос. Хотим фильмы про зомби, комедии? Пожалуйста. 82 миллисекунды. Хотим комедии про комедии, комедии, которые смешные. и получаем 10 секунд. Что тут не так? Основная проблема данного запроса заключается в следующем. Вне зависимости от того, какую комбинацию жанр и тег мы хотим, у нас вычисляются рейтинги фильмов. Рейтинги фильмов выставляют сами пользователи. Пришел пользователь, нажал кнопочку, поставил оценку 5. 5 звезд фильма. Пришел другой пользователь, нажал кнопочку, поставил оценку 4,5. Кто-то оценил фильм на двоечку. Кто-то сказал, что его лучше вообще никогда не смотреть, и поставил 0. Пользователи ставят оценки. Пользователей много. Чем больше пользователей, тем больше оценок. И оценок получается тоже много. Ну, делать сервис, когда мы предполагаем, что им никто не будет пользоваться, странно. Соответственно, мы хотим, чтобы пользователей было много, соответственно, оценок получается много. И здесь, на каждый фильм, мы считаем оценку. При этом, если взять, например, фильм «Прибытие поезда», то, скорее всего, его оценка не будет меняться достаточно долго. Если взять еще какой-нибудь менее древний, но более малоизвестный фильм, там вероятность того, что кто-то придет и поставит оценку вот просто так, крайне мала. Есть куча богом забытых фильмов, по которым оценка не меняется, ну, почти никогда. Если же вышел какой-то вот блокбастер, вот сейчас красавица и чудовище вышло, все шмякают оценки, они начинают в безумном количестве пребывать. Они меняются постоянно. Но, что важно? Важно, что глубокого смысла пересчитывать все эти оценки постоянно нет. То есть, мы делаем лишнюю работу. Каждый раз при получении списка, при формировании списка лучших фильмов мы берем, высчитываем, какую оценку поставили пользователи для данного фильма. Соответственно, в случае с зомби у нас там получается где-то 60 фильмов, оно выполняется быстро. Количество фильмов относительно небольшое, количество оценок большое, но за счет того, что фильмов мало, оно успевает посчитать эти оценки за 82 миллисекунды. Если брать смешные комедии, то там гораздо больше фильмов, и он начинает считать все оценки по всей базе. То есть, в предельном случае ему нужно прошерстить где-то 2 гигабайта. Оп, 2 гигабайта на запрос. Выдали результат. Следующий запрос, еще 2 гигабайта. И опять выдали результат. Чтобы избавиться от вот этого лишнего действия, прибегают к такому ухищрению, как денормализация. То есть, у нас есть нормализация данных, когда мы берем данные и убираем из них всякую избыточность. Убираем избыточность, все становится хорошо, замечательно, данные проще менять. Они менее противоречивы. Избыточность провожает потенциальное противоречие в данных. И чтобы нам поменять, скажем, название фильма, нам его нужно изменить в одном месте. Чтобы поменять оценку, которую поставил пользователь, нам надо ее поменять в одном месте. Чтобы добавить новую оценку, Мы просто берем ее и добавляем. Нормализация дает нам возможность легко менять данные. Нормализованные данные, они более компактны в большинстве случаев. Просто за счет того, что там убирается избыточность, они становятся меньше. Меньше данных, они лучше влезают в память, поскольку они лучше влезают, большая часть влезает в память, выполнять запросы быстрее. Но, тем не менее, иногда возникает ситуация, когда хочется ввести какую-то избыточность, чтобы избавиться от лишних действий. Этот процесс называется денормализация. Когда мы сознательно нарушаем нормализацию, чтобы иметь возможность получить какие-то данные сразу, положить их поближе. Вот, значит, возникает вопрос. Денормализация. То есть, очевидный кандидат на денормализацию в данном случае, это добавление информации о рейтинге в сам фильм. Мы можем взять и сказать, что рейтинг у нас содержится в самом фильме. Встает вопрос, как поддерживать это дело в актуальном состоянии. То есть, пользователи продолжают ставить лайки, пользователи продолжают ставить дизлайки. Надо как-то это дело подсчитывать. Подходов несколько. Подход первый, самый простой. Делаем триггер. И триггер начинает. Добавляем запись. Он меняет общий рейтинг. Добавляем еще одну запись. Он еще раз меняет общий рейтинг. Вот такой вот простой путь. Значит, минус данного подхода следующий. Во-первых, триггер. Это дополнительная нагрузка на изменение записи. Во-вторых, будет проблема, связанная с тем, что у нас триггер будет менять примерно одни и те же фильмы. То есть, два разных пользователя голосуют за один и тот же фильм. Они будут упираться в изменение самого рейтинга фильма. У них будет вот эта конкуренция за сам фильм. То есть, формально они меняют рейтинг, но у них будет конкуренция за фильм, за вот это поле, в котором лежит рейтинг. Это, значит, первая проблема. И еще одна проблема триггеров – это неявные изменения. Их поэтому не очень любят, потому что никто их не видит снаружи. Вот у тебя таблица и таблица. А то, что там висят триггера, об этом узнаешь в последнюю очередь, когда они начинают тормозить. Еще один вариант – это сказать, что ну, давайте просто пересчитаем рейтинги для всех фильмов раз в час. В принципе, вполне себе подход. Если нам не важно, насколько меняется рейтинг в течение часа. В течение часа рейтинг резко обычно не меняется. То есть, пользователь не заметит, если он увидит рейтинг, который был посчитан 40 минут назад. Ну, в большинстве случаев. И можно его просто менять раз в час. Если такой подход устраивает, почему нет? Иногда, возможно, какие-то более комбинированные варианты, когда мы отмечаем, допустим, фильмы, за которые проголосовали каким-то образом, и пересчитываем только их. Делаем это инкрементально. Ну, например, в данном случае что можно сделать? Делаем отдельно два поля. Среднее считаем как сумму рейтингов, деленное на их количество. Добавили. После того, как добавили два поля, добавляем информацию о текущей сумме баллов и текущем количестве оценок непосредственно в сам фильм. Эта информация достаточна для того, чтобы посчитать с рейтингом. И чтобы потом поддерживать дело в актуальном состоянии, делаем какой-то триггер. Если хочется поэкспериментировать, можете дома попробовать создать этот триггер, поиграться. Вот. В принципе, там ничего сложного нет. И запрос тогда упрощается резко. Нам не нужно больше просматривать таблицу рейтингов, нам достаточно смотреть таблицу с фильмами. В этой ситуации список комедий для зомби мы получаем за 12 миллисекунд. Если смотреть комедии по комедиям, там получается побольше, там получается порядка 100 миллисекунд. Можно и дальше пытаться ускорить этот запрос, но мне, честно говоря, он уже порядком надоел. Суть денормализации понятна? Зачем оно надо? Важный момент, который надо учесть, что в некоторых случаях она очевидно и оправдана денормализацией, ну, например, здесь. Очевидно, что два поля с информацией о рейтинге, они как бы занимают немного по отношению к остальной части базы, и у нас не сильно разбухнут данные. Если мы, допустим, попытаемся в фильмы затолкать информацию о всех тегах, которые на этот фильм мы повесили, то мы можем получить неприятную проблему, связанную с тем, что у нас фильмы станут занимать в разы больше. Собственно, от фильма мало чего останется, останется только информация по тегам. И мы вроде бы как бы выиграем за счет того, что у нас уйдут лишние сущности, которые мы смотрим, но с другой стороны, мы потеряем на том, что читать надо будет больше. Просто банально больше читать данных. И за счет этого весь выигрыш сведется к нуду или вообще будет отрицательным. Еще один важный момент денормализации, то что денормализация – это та вещь, которую надо хорошо документировать, про которую надо помнить, потому что в противном случае можно столкнуться с ситуацией, что у нас есть какое-то поле, будут менять данные, скажем, придет человек, кто-то захочет, скажем, сделать интерфейс для добавления новых фильмов, забудет про эти поля, и они будут вечно устаревшими, этого никто не заметит. То есть за денормализованными полями надо следить. Так, теперь следующий маленький кусочек – это определенные типы запросов, которые понятно, как ускорить, в первую очередь. Ну, самый хрестоматийный пример – это запрос на удаление данных. Команда «делит» позволяет удалить данные с таблицы. Берем, удаляем. Есть определенный частный случай, который встречается на удивление часто, когда мы хотим удалить не какие-то определенные записи, а все. Вот просто взять и все. Все, что там есть, удалить. Значит, в этой ситуации в большинстве СУБД есть отдельная команда, называется «тронкейт». Суть ее сводится к следующему. Она берет, не глядя в таблицу, просто говорит, что эта таблица пуста. Все, что в ней есть, более не существует. Как следствие, пройтись по всем записям и поставить на них отметку, что данные… Ну, если мы помним, Postgres – это мультивершен. Использует мультивершен контрол для того, чтобы в рамках транзакции мы могли видеть свой срез данных. Могли видеть только те данные, которые нам нужны. В случае с удалением мы должны, с честным удалением, мы должны пройтись по всем записям и сказать, что эта запись уходит вот в такой-то транзакции, была удалена и простая. Если у этих записей миллионы, то это занимает некоторое время, не нулевое. В случае с «тронкейтом» все гораздо проще. Просто говорится, что «а теперь все записи, которые есть, вообще все, они отсутствуют, более не существуют». Как следствие, «тронкейт» может удалить только всю таблицу целиком. В случае, если используется «форинкей», он не может проверить наличие ссылок. Он этим не занимается. Ему можно сказать, что удали саму запись и все дочерние. Ну, очистить данную таблицу и все таблицы, которые имеют дочерние ссылки. Это будет «тронкейт каскад». Как следствие, при удалении большого количества записей «тронкейт» гораздо быстрее. И важная деталь – «тронкейт» нарушает изоляцию транзакций. То есть, если у вас есть какая-то транзакция, которая работает с этими данными, вы выполняете «тронкейт», то данные, которые в этой таблице были, «тронкейт» – они для нее исчезнут. Хотя, по идее, они должны остаться. И такая вот плата. Отдельный момент – это «селект каунт». Зачастую бывает ситуация, когда нужно узнать количество всех записей в таблице. Ну, вот просто мы хотим узнать, сколько записей в таблице. При этом нас точное значение не интересует. Нам неважно, сколько там записей. 70 487 516 или 70 488 714. Как-то совершенно неинтересно вот этот вот конец. Важен порядок цифры. В этой ситуации, если мы хотим знать просто порядок цифр и готовы пожертвовать некоторой точностью, можно сказать, что можно взять количество записей в таблице из статистики. То есть, для того, чтобы быстро выполнять запросы, в СУБД хранится статистику, и в статистике содержит информацию о том, сколько записей. Можно сказать, давайте мы возьмем просто количество записей из статистики и будем считать, что оно вот похоже на правду. В быстрее звучит, что оно действительно похоже на правду. Это выглядит примерно следующим образом. Кто знает, почему каунт звездочка не может просто взять из таблицы значение записи, которое там есть? Почему оно вообще имеет ненулевую стоимость выполнения? Для разных транзакций, за счет того, что они имеют свой срез данных, каунт звездочка может выдавать разное значение. Поэтому просто вот взять и сказать, что мы храним какой-то счетчик, который будет постоянно увеличиваться, уменьшаться для таблицы, не получается. Там нужны определенные комбинации с индексами, чтобы просто выяснить, есть ли эти записи. Поэтому каунт звездочка, он обладает ненулевой стоимостью. С учетом этого все равно вот этот способ будет быстрее работать, если есть статистика, даже с учетом транзакции. Статистика, она просто статистика. Она есть и есть. Там есть какое-то число. То есть, если каунт звездочка должно пройтись по индексу и посмотреть, какие записи есть, какие записи. Какие записи видны для данной транзакции, а какие нет, то в случае с статистикой мы просто берем значение. Тут фиксированная стоимость операции. Статистика при этом не пересчитывается. Если статистика просрочена и потеряла свою актуальность, мы получим неактуальное значение. Но в целом, в некоторых ситуациях это бывает гораздо полезнее, чем ждать пока с УБД швошить диском, чтобы получить значит, примерное количество записей в таблице. То есть, здесь мы получаем примерное количество, здесь мы получаем точное. но точное значение мы должны ждать, а примерное значение можем получить сразу. Есть более экзотический вариант, но тем не менее. Допустим, мы хотим сделать переключение на страничке. Вот у нас есть какой-то сайт, мы в нем говорим, что давай мы выведем количество фильмов, которые имеют определенный тег и определенный жанр. Сделали, вывели фильмы и хотим, чтобы там было написано, вот, а всего фильмов столько-то. Ну, вот как в поисковых системах, набрали запрос, всего результатов сто тысяч. Вот, в этой ситуации есть два пути. Вариант первый, мы говорим, что давайте мы возьмем и честно посчитаем, сколько записей попадает под это условие. Это может быть долго, записей может быть много, запрос может быть долгим, и в большинстве случаев, опять-таки, никого не интересует точная цифра. Второй вариант, сказать, УСУБД, сделать эксплейн, УСУБД, скажи, сколько ты, по твоему мнению, данный запрос вернет записи? Оно вернет какое-то приблизительное число. Иногда этого достаточно. Если мы хотим, вот, ну, с эксплейном начинаются проблемы, как этот результат эксплейна интерпретировать программно, есть вот такой чит. Лимит, можно сделать хранимую процедуру, и в этой хранимой процедуре сказать, хранимая процедура, сколько, примерно, записей вернет такой запрос. Вот такой вот фокус. Следующий момент, это те же самые, то же самое разбиение на странице. Лимит, offset. Проблема данной конструкции заключается в том, что, если мы выполним такой запрос, то этот запрос будет прочитать не 100 записей, как бы нам хотелось, а 2100 записей. Просто он первые 2000 записей благополучно выкинет. В идеале можно пойти двумя путями. Путь первый. Мы говорим, что мы смотрим не страницу такую-то, ну, то есть, при просмотре можем сказать, покажи нам первую страницу, покажи нам вторую страницу, покажи нам третью страницу. Мы можем сказать, покажи нам записи после такой-то. Это, допустим, у нас идет разбивка по названию. Мы выводим первую страницу, и мы знаем, что последняя запись, которая у нас была в данной конкретной странице, это фильм Angry Video Game Nerd The Movie. Не знаю, под номером 1999 был именно этот фильм. Все совпадения случайны. Значит, и тогда, собственно, получение следующих 100 записей, это можно сделать просто как условие на большее. И тогда он действительно будет смотреть именно с этой записи без просмотра вот ближайшей тысячи. Это не всегда возможно, но иногда этим полезно пользоваться. Кстати, на моей практике был замечательный момент, когда я делал внутрикорпоративную поисковую систему, и в один прекрасный момент выяснилось, что где-то полгода или более того не работало отображение второй страницы результата поиска. То есть первая страница показывается нормально, а вот вторая, она кровь, кишки, садом, все разваливается и не показывает. Показывает ошибку, пользователи пугаются. Жалоб не было. Ни одной. Там, правда, вывод был, по-моему, по 50, что ли, записей. То есть первые 50 записей показали. Из чего был сделан вывод, что этим функционалом не пользовался никто. Возникает иногда другая ситуация. Еще один фокус, позволяющий оптимизировать выдачу страниц, заключается в следующем. Бывает ситуация, что записи сами по себе достаточно тяжелые. Ну, например, мы сделали информацию о фильме и в эту информацию о фильме поместили такой архиважный атрибут, как обложка кассеты, значит, с этим фильмом. Или там постер, такая картинка, большая и толстая картинка. В этой ситуации просмотр записей, которые у нас были до 100 записей, выгребание 100 записей с картинками и прочими ништяками, когда нам они не нужны, они тоже как бы лишнее чтение, которое никому не нужно. В таких ситуациях запрос может быть оптимизирован немножко другим способом. Мы делаем вот этот вот запрос по смещению и идентификатору с получением просто идентификаторов. То есть мы говорим, что мы хотим получить идентификаторы фильмов, которые находятся на такой-то странице. И уже с ним джойним всю информацию полную. То есть те записи, которые были в предыдущих страницах, которые мы выкидываем, мы их не читаем, а вычитываем из них только айдишки. Иногда это тоже позволяет немножко сэкономить на постраничной выборке. Идея понятна, нет? Можно спросить? Да. Это будет работать даже если у нас ничего не кондексировано? Ну, индекс по ID-то у нас должен быть, primary key. По ID, да. Ну, в целом, да. И в такой ситуации это тоже будет работать, но хуже. То есть здесь лучше, чтобы тайм-то был провинцирован? Здесь индекс по заголовку – это, в общем-то, полезная штука, мы по нему сортируем. В противном случае у нас получится как? Мы возьмем все записи, вообще все. Из них, ну, точнее, не мы, СУБД возьмет все записи, все фильмы. Из них возьмет заголовок, из них возьмет идентификатор. Весь этот список отсортирует, выкинет из него первые 100 записей, возьмет 10 записей, и вот для этих 10 записей уже по идентификатору возьмет всю информацию о фильме. Я имею в виду, что если у нас индекса по тайкам нету, то тогда мы все равно на все придется все эти картинки вычитывать. Картинки нет. А как мы узнаем, где конец записи? Запись не хранится монолитом. В большинстве СУБД, в частности в Postgres, реализуется следующая ситуация. Когда у нас есть какие-то данные, которые гарантированно занимают много места, то есть там буабы, вот хороший пример, вот действительно картинка. Она хранится не вместе с самой записью, а отдельно в специальной помойке для больших объектов. Вот отдельная область данных, в которых кладутся вот эти вот крупногабаритные грузы. И вот эти картинки лежат там. Соответственно при вычитывании короткой информации, которая нужна в большинстве случаев, то есть они вычитываются именно из информации по фильмам. Если мы говорим вычитать картинку, то он бегает вот в это отдельное хранилище и оттуда загрузит картинку. Делается это прозрачно для пользователя, для нас с вами. Но в целом крупные объекты выбрасываются в отдельную часть. В некоторых случаях иногда применяется даже сжатие этой области. В POSGOS она называется TOAST. Здесь мне память не изменяет. В разных с УБД оно работает немножко по-разному. Но идея примерно такая, что если у нас есть крупная часть объекта, то скорее всего она будет лежать отдельно. То есть в этой ситуации мы тоже получим выигрыш, потому что у нас картинки будут лежать отдельно. Мы вычитаем именно фильмы, нам не нужно будет вычитывать эти картинки. И дальше уже все хорошо и прекрасно. Так, значит по поводу картинок был забавный эпизод. Одна организация рассматривала возможность перехода с УБД MySQL на POSGOS. И в частности взяли все данные, которые были, конвертнули их из MySQL в POSGOS, подняли на резервной системе, ну на отдельном сервере и начали гонять тесты. Какие запросы выполняются быстрее, какие запросы выполняются медленнее. Часть запросов, ну то есть в целом цифры были примерно сопоставимые. То есть где-то POSGOS сильно выигрывал, где-то он чуть-чуть проигрывал, но один запрос персональный, один какой-то, выполнялся на POSGOS в разы медленнее, на два порядка. Ситуация нетипичная, начали разбираться, что вообще происходит, почему. То есть почему обычно все хорошо, а вот именно вот этот запрос выполняется медленно. Выяснилось следующая ситуация. Данный запрос получал достаточно хитрым образом информацию по организации. Делал это через select звездочка. Поскольку у него была куча джойнов в данном запросе, то выглядел он примерно получить там select company.звездочка, from company, join и так далее. Поскольку была куча джойнов, компании дублировались, поэтому было написано distinct. Select, информация о компании, distinct, еще какие-то поля и вот оно выбиралось. Одно из полей компании был логотип. И POSGOS от него требует distinct. Дистинкт значит дубликаты надо убрать. Ну, как проверить, дублируются картинки или не дублируются? Ну, способ очевидный. Берем, значит, байты и сравниваем. Картинки большие, логотип. Ну, то есть он как бы небольшой в принципе сам по себе на картинке, но байт много. Вот он взял, по байтам сравнил. Ага, совпадают. Значит, запись можно выкинуть. И вот начиналось вот это вот сравнение. Хорошо. Причина, почему запрос тормозит, понятно. Почему он работал быстро в MySQL? Начали выяснять. Взяли документацию, начали смотреть, как он себя ведет. Нашли замечательную обязацию. Что если объект больше полутора килобайт, то при сравнении на уникальность сравнивается первые полтора килобайта. Если разница где-то дальше, то, ну, увы, ах, значит, не повезло. В результате получилась такая забавная ситуация, что Postgres в данном запросе работал медленнее, MySQL работал быстрее. Причем разница была там на два порядка. Один работает честно, второй работает быстро. После убирания из данного запроса вот этого несчастного логотипа, Postgres стал работать быстрее. Так. Ну что, поехали дальше. Исторические данные и актуальные данные. В базах данных зачастую есть два разных профиля работы. Первый профиль, который, собственно, с которым, скорее всего, вам придется столкнуться, это от LTP. Online Transaction Processing. Суть его сводится к следующему. У нас есть база, и к ней идет поток нескончаемой, маленьких, коротеньких операций. Операции выполняются, собственно, это актуальные данные. И вот они всячески ворочаются. Делаются запросы, обновления, изменения. Данных мало, изменения затрагивают небольшие кусочки и транзакции короткие. Большая часть приложений именно так живет. В качестве, скажем, как это, по другую сторону баррикад идет так называемая ALLAP-система. Это не СУБД как таковое, это именно отдельный комплекс, позволяющий работать с данными. Которые позволяют делать аналитические запросы. То есть, допустим, если у вас есть магазин, который продает книжки. Вот этот вот магазин, список товаров на складе, прайс-лист, текущие заказы. Это вот будут актуальные данные, с которыми будет работать само приложение. И отдельно у вас накопится информация, связанная с тем, какие заказы были уже проданы, когда они были проданы и так далее. В котором может собираться аналитика. Вот с вот этими данными работают ALLAP-системы. То есть, эти данные, они отличаются. В одном случае мы работаем с актуальными данными. В другом случае мы работаем с историческими данными. И они имеют разные требования и решают разные проблемы разными способами. Значит, суть актуальных данных сводится к следующему. Первое. У нас база с вот этими актуальными данными, она сравнительно маленькая. То есть, она может измеряться гигабайтами, она может измеряться десятками гигабайт, она может измеряться терабайтами. Но, в конечном счете, она сравнительно маленькая на общем фоне. Она имеет сравнительно фиксированный размер. Ну, то есть, если у вас, допустим, есть база MMORPG, то в ней есть игроки. Эти игроки заходят, выходят. У них есть какой-то набор предметов у этого персонажа. Они эти предметы берут, выкидывают, добавляют в сумку, сдают квесты и так далее. То есть, понятно, что база будет расти. Расти она будет за счет чего? За счет того, что новые игроки приходят, старые остаются. То есть, даже если игрок не играет, в любом случае информация о нем будет жить. Но это не взрывной рост, он будет такой сравнительно линейный от времени. Потом данные, которые хранятся в актуальных базах, они сильно нормализованы. Их надо постоянно менять. Надо делать так, чтобы не было противоречий. Поэтому лучше всего, чтобы они были максимально нормализованы. И всячески поощряется удаление вот этих вот дубликатов и прочего безобразия. То есть, они должны быть компактными. Если мы меняем записи какую-то информацию, мы меняем ее в одном месте. То есть, запросы на изменения должны быть компактными. Они должны быть маленькие, затрагивать как можно меньше данных. Потом, эти базы транзакционны. Внезапно, онлайн транзакшн, процессинг системы использует транзакции. Вот. И если, значит, транзакции накладывает свой оверхет, но в любом случае за него готовы платить. Если мы какую-то операцию не смогли сделать, она будет откатана. То есть, они транзакционны. Данные активно меняются. И все запросы, они работают относительно в реальном времени. То есть, нам не нужно делать запросов, которые могут выполняться час. Их практически не будет. Будут жесткие лимиты временные. И отдельно есть исторические данные. То есть, аналитика напрямую с актуальными данными работать не может. Почему? Потому что они видят текучее состояние. Они не знают, что было раньше. То есть, да, можно сделать какой-то срез. Можно посмотреть, сколько сейчас у нас в игре игроков 80 уровня. Можно. Можно сделать еще какой-то срез на тему того, сколько у нас... Какой у нас средний размер сумки у игрока. Вот. Но сказать, чем они все занимались раньше, не получается. Почему? Потому что для игры, в общем-то, информация о том, чем занимался игрок 10 лет назад, совершенно не интересно. Ему даже не интересно, что он делал 2 минуты назад. Ей важно знать текущее состояние, чтобы оно не потерялось. Хранить информацию о том, как он дошел до жизни такой, как он качался до 80 уровня, никому не нужно. Хранение этой информации, оно несет вред. Почему? Потому что данные увеличиваются. Чем больше база, тем сложнее с ней работать. И тем дороже будут стоить операции с этой базой. Исторические данные, напротив. Записи постоянно добавляются. Удаление записи происходит крайне редко. То есть, мы пришли, убили мобика. Добавилась информация о том, что мобик пал смертью храбрых. Пришли, ушли на другую локацию, убили второго мобика. Опять добавилась информация, что второй мобик пал смертью храбрых. И чем больше, значит, мы геноцид мобиков устраиваем, тем больше записей в исторической базе. Она все время растет. Информацию про то, что мобик был убит, ее не удаляют. Она только увеличивается. Второй момент. Версионирование всех данных, которые могут поменяться. Например, мы сделали базу. Взяли базу игровую. В ней, значит, игроки. И сделали, что у нас будут исторические данные, лежать по отдельной табличке. В этой табличке, условно говоря, будет информация о том, когда мобики пал смертью храбрых. И у нас есть волшебный квест первого уровня, на котором надо убить крысу. Значит, берем и говорим, сколько крыс убили игроки, какого уровня. И внезапно увидим, что у нас, значит, игроки 80 уровня завалили какое-то количество крыс. Нет, плохой пример. Хотим узнать, значит, игроки какого уровня убивали этих крыс месяц назад. И игроки какого уровня убивают их на прошлой неделе. Выяснится, что на прошлой неделе, значит, крыс благополучно убивают игроки с первого по десятый уровень. А в прошлом месяце внезапно с первого по сороковой. Почему? Потому что в записи сказано, что игрок Вася убил несчастную крысу. Все, вот, хвост оторвал. Игрок Вася благополучно, значит, побил эту крысу месяц назад. За это время докачался еще уровней на 40. Теперь он сорокового уровня. Берем, собираем статистику, склеиваем. И получается, что у нас игрок сорокового уровня, значит, оторвал хвост крыси. То, что он был на тот момент пятого уровня, в общем-то, потеряли. Поэтому все данные, которые меняются, должны быть приверсионированы. Мы должны знать, когда данный игрок какой ловел ап получил. Нам надо эту информацию сохранять. Потому что в противном случае запрос такого уровня игроки убивают такого-то мобика становится бессмысленным. Мы просто потеряли эту информацию. Хороший признак того, что у нас запросы составляются правильные, не смешиваются актуальные исторические данные, это то, что выполненный один и тот же запрос в разное время выдает один и тот же результат. Если мы выполняем запрос, и этот запрос в разное время, в зависимости... Сегодня за один и тот же интервал по одним и тем же условиям выдает один результат, а завтра по этим же условиям за тот же интервал выдает другой результат, значит, что-то пошло не так. Где-то у нас смешиваются исторические актуальные данные. И еще один момент. Допустим, возникает соблазн держать эти исторические данные путем навешивания триггеров. То есть мы делаем триггер и говорим, что вот у нас сделали level up, прилетел запрос на обновление уровня в базе, и мы отбросили на триггер события о том, что игрок поменял уровень. Возникает вот такой... Иногда возникает соблазн сделать это вот на таком вот автоматическом режиме. То есть у нас есть исторические данные, мы их собираем путем, реагируя на изменения актуальных данных. Это не работает. Почему это не работает? Потому что помимо информации о том, что поменялось, еще важно знать, а почему оно поменялось. Почему он получил level up? Почему игрок получил такой-то предмет? С чем это вообще связано? Почему его отправило на точку респавна? По какой причине? То есть то ли ему по голове настучали, то ли он воспользовался каким-то предметом, который он на респавн отправляет. То есть важен не только сам факт того, что произошло какое-то изменение, но и какая-то сопроводительная информация, что вообще произошло. Поэтому возникает такая печаль, что две вот эти вот базы с двумя видами данных, с актуальными, с историческими, они живут по сути своей параллельно. Поскольку они живут параллельно, возникает еще одна проблема. Они должны быть согласованы. То есть если у нас есть информация о том, что игроки поменяли уровень в какой-то момент времени, то по-хорошему, промотав всю эту информацию, мы должны получить текущий уровень данных всех игроков. Возможности держать соответствие исторических данных и актуальных данных, поддержание этого соответствия, это тоже не самая простая задача. Об этом часто забывают. Самый простой способ – это реализация. Выглядит следующим образом, когда у нас есть какие-то данные в самой базе, и в историческую базу они не пишутся напрямую в события, они пишутся именно в актуальную базу. А потом из актуальной со временем переносятся в историческую по какому-то другому, каким-то другим механизмам. Почему? Потому что, когда мы пишем в ту же базу, в которой у нас происходит изменение, то есть, например, игрок сдал квест такой-то, вот мы пишем информацию о том, что он сдал квест, помечаем квест, как он у нас данный, помечаем уровень, как полученный, завершаем транзакцию, у нас в исторической таблице получается информация о том, что произошло такое-то событие. Почему произошло, когда произошло? Если мы транзакцию откатим, она откатится во всех трех местах. Вот эта временная таблица с событиями, которые переезжают из, которые происходили на данной базе, она всегда соответствует данной базе. Ну, если мы, конечно, в коде не накосячили. И потом уже постфактум со временем перенос этой информации в хранилище, которое способно держать данные за большой период времени. Почему? Потому что количество вот этих вот событий, оно постоянно растет. Базы с историческими данными, они пухнут. и их всегда надо держать отдельно. Так. Да. У нас же разные данные, они же в разные интервалы должны переносить. Ну, грубо говоря, если вы там до игры, то есть то, что человек убил крысу, да, и то, что человек дошел до друг следующего уровня, они же должны переносить свою историю в разный интервал. Ну, грубо говоря, если мы их будем переносить в большой интервал, мы же можем потерять информацию, что он там убил крысу, потому что он уже до этого еще крысу пократил. Нет, информация о том, почему произошло событие, ее должно писать приложение. Не надо проворачивать парш в обратную сторону. Нет, именно факт, то, что он убил крысу, и то, что дошел до следующего уровня, да. Они же, ну, как бы, в разные, ну, то есть, интервал времени. То есть он мог убить 100 крыс, ну, и дошел до этого уровня. А мы перенесли историческую данную, только когда он дошел до этого уровня. Я не понимаю вопроса. Какую именно информацию вы хотите сохранить? Ну, то, что для разной информации нужно разное время переноса в историю. Ну, это неважно. Ну, то есть интервалы-то разные? Нет, это совершенно неважно. У вас есть информация, когда произошло событие, какое событие произошло. Они записываются в отдельную табличку. Потом эта табличка берется, и из нее, значит, и она, как бы, этот, first in, first out. Голова берется и перекладывается, вот, как есть, безо всяких изменений. В каком порядке они попадут в эту таблицу, в общем-то, не столь принципиально. Какими пачками она будет переноситься, тоже не принципиально. Очевидно, что получить статистику за ту информацию, которая еще находится в актуальной базе, и не перенесена в историческую, будет проблема. Но тут, как бы, вопрос минимизации этого времени. Тут не проблема, связанная с тем, что… Вот, то есть, не проблема этого перекладывать. Ситуация в другом. Когда у вас есть отдельно таблица, отдельно база с событиями, отдельно база историческая, возможно, следующий вариант. Вы пишете информацию в актуальную базу, пишете информацию в историческую базу. Вот, в случае возникновения сбоя, если вы дополнительных усилий не предпримите, возможна ситуация, когда в исторической базе у вас события нет, но оно произошло в актуальной, либо у вас события есть в исторической базе, но оно не произошло в актуальной. Вот от этого надо избавиться. Понятно, нет? Так, значит, еще одна проблема, которая есть с историческими данными, потому что они постоянно пухнут. И, как показывает практика, начинаются отдельные пляски с эволюцией данных. То есть, если у вас есть миграции на актуальной схеме, то в большинстве случаев это выглядит следующим образом. Вам нужно поменять схему данных. Вы ее берете и меняете. База относительно небольшая. Изменения занимают достаточно небольшое время. В случае, если вам нужно поменять схему с историческими данными, то, в принципе, вы, конечно, можете сказать, что мы сделаем точно такое же изменение, как и на актуальной базе, и дополнительно перелопатим все записи, которые у нас есть за прошлый период. Все записи, которые у нас есть за прошлый период, несколько гигабайт, несколько терабайт могут занимать. То есть, десятки гигабайт, несколько терабайт. И пока они будут перелопатчиваться, происходит... Во-первых, вы теряете информацию, которая ранее хранилась, потому что она видоизменяется. При видоизменении ее, скорее всего, будут какие-то потери. Во-вторых, это занимает не нулевое время. И тут отдельная история, связанная с тем, что, скорее всего, вам данные придется хранить в том виде, в каком они изначально пришли. Менять постфактум уже не получается. В частности, мне нравится вот эта цитата из Башогга, что Big Data, вот эти вот хранилища, это кладбище данных. Завалятся, валятся. Периодически приходит спиритист, выполняет какой-то запрос, и снова тишина. Вот исторические данные очень хорошо характеризуются вот этой вот цитатой. То есть, это такая вот конструкция, куда данные сваливаются, 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 сваливаются. Их очень много. И аналитики иногда приходят, выполняют какой-то зубодробительный запрос, который занимает там десятки минут, и на этом успокаиваются. И снова тишина. При работе с большими такими таблицами возникает следующая неприятная ситуация. Ну, допустим, вы решили хранить всю информацию об игре, которая у нас есть. Все события по убийству мобиков, по поднятию предметов и так далее. Проходит какое-то время, игра развивается, игроки заходят, все больше и больше народу играет, и вы понимаете, что у вас вот эта историческая база уже занимает терабайт. А времени, допустим, прошло месяца четыре. И информация о том, какие четыре месяца назад были убиты мобы, вам, в общем-то, не очень интересно, если это не какой-то супервоз, а вот там, не знаю, обычные несчастные крыски, у которых отрывают хвосты, значит, чтобы выйти из стартового уровня, они никому не интересны. И возникает следующая ситуация. Вы хотите избавиться от этих записей. То есть часть истории просто вот оторвать. Вы берете терабайт данных и говорите, «delete from killmobs event where data меньше, чем месяц назад». И запрос выполняется долго-долго-долго-долго, потому что multiversion control, потому что все записи, которые попадают под это условие, надо пройтись по ним, по каждому сказать, что она удалена тогда-то. Значит, все это, как бы, записи у вас терабайт. Терабайт за 4 месяца, соответственно, удаление. Три четверти, значит, этих данных – это примерно 750 мегабайт. пройтись по объему массива данных в 750 гигабайт и поставить на каждом флажок, что оно удалено. Это, в общем-то, не самая быстрая операция. И возникает вопрос, что делать. Чтобы избавиться от вот таких вот странных активностей, как пометить все записи, которые нам не нужны и прочее, чтобы вообще как-то жонглировать данными в зависимости от времени и других характеристик, есть возможность именуемое секционирование. Суть сводится к следующему. У вас есть какая-то одна большая таблица. Ну, скажем, killmops event. И фактически вы не храните ее единым массивом, а дробите на части. Например, по месяцам или по неделям. А неделя – один кусочек. И с этими частями вы можете делать какие-то операции отдельно от всей основной массы. То есть вы можете сказать, я хочу получить информацию по записям за прошлую неделю. И вы используете только вот ту часть, которая хранит все данные за прошлую неделю. Вы можете сказать, я хочу удалить всю информацию, которая лежит за три месяца назад. За какой-то интервал времени. То есть в такой ситуации вы можете удалить ее целиком и полностью, без пробегания по записям и отметкам, что запись была удалена. Просто работая с вот этими вот кусочками, как с отдельными сущностями. Как это реализуется в Postgres? Возьмем картинку для начала. У нас есть таблица, через которую мы получаем доступ и отдельно блоки. Сегодняшние данные, вчерашние, там две недели назад. То есть на каждый вот день по отдельной табличке физически. Они могут лежать на разных дисках. Они могут содержать разное количество записей. Они могут, независимо их можно удалять друг от друга. Можно добавлять новые таблицы. Старые можно бэкапить по отдельности. То есть отдельный бэкап, отдельное удаление, отдельные изменения. И важно то, что они вот могут обрабатываться независимо. То есть у них единая структура, но сами по себе они могут управляться независимо. Как это работает в Postgres? В Postgres из коробки такого функционала нет. Это грузь-печаль, но с этим пока приходится жить. Для того, чтобы симулировать этот процесс, используется такая особенность Postgres, как его объектная ориентированность. В Postgres есть возможность наследовать таблицы друг от друга. На своей практике я не видел ни одного применения этого наследования, кроме как про секционирование. Да, еще важная деталь насчет секционирования. Секционирование иногда также называют партиционированием. Ну, так исторически сложилось. Партишенинг – это англоязычный термин, секционирование – это русскоязычный термин. И кто как называет, тот это так и хочет. Значит, идея следующая. Создается внешняя таблица, в которой содержится структура. Фактически в нее никто никогда данные не добавляет. К ней создаются индексы и создается дочерняя таблица, которая будет в себе содержать записи, удовлетворяющие определенному критерию. В нашем случае с индексом от больше либо равно 100 до меньше 200. Что это даст? Это даст следующее. Значит, можно будет взять и сказать, если мы добавим запись в табличку test1, просто заинтересовали, и сделали селект из таблички test1, мы ее увидим. Это логично. Если мы добавили запись в табличку test1 и сделали селект из таблички test, мы эту запись тоже увидим. Если мы добавили запись в табличку test и сделали селект из таблички test, очевидно, мы эту запись увидим. Если мы добавили запись в табличку test и сделали селект из таблички test1, мы запись эту не увидим. то есть при всех выборках из таблицы тест мы будем видеть записи из всех дочерних таблиц при этом сами эти дочерние таблицы они могут физически располагаться на отдельными чести в отдельном трибл спейси лежать отдельно у них могут быть свои констрейны у них могут быть свои индексы мы можем отдельно удалить эту таблицу в любое время отдельные затранклинить сделать backup и наполнять данными значит важный момент первое зачем нужен чек как вы думаете но мы явно добавляем и явно уговорим куда мы заливаем данные то есть мы не мы если хотим чтобы данные попали в таблицу тест 1 мы должны явно добавлять в таблицу тест 1 так избежать ошибок еще какие варианты ну это вполне разумно и полезно что произойдет в такой ситуации мы не сможем это сделать скажет констрейн не удовлетворяется поэтому упс откат транзакции еще есть какие мысли зачем нужен чек чек нужен для следующей следующего маневра когда мы делаем select из внешней таблицы и там участвует параметр который проверяется внутри чека то позор сможет сделать следующую вещь если он знает что значение не удовлетворяет этой проверки ну то есть мы говорим select звездочка from test в айди равно 300 позгрос имея вот этот чек заранее знает на основании мета данных таблицы что записи с идентификатором 300 в этой таблице быть не может в принципе поскольку ее там быть не может он в эту таблицу даже не полезет то есть вот эти дополнительные ограничения они позволяют с убд сузить количество список дочерних таблиц которые используются для выполнения внешнего запроса запроса по внешней таблицы породительской понятно нет данный синдекс имеет один маленький недостаток у данной таблицы есть индекс по кретит у дочерней таблицы его не будет надо будет либо его создавать ручками либо можно воспользоваться читом сделать таблицу по образу и подобию родительской и потом добавить факт наследования то есть в этом случае мы будем мы получим индекс по таблицу по полю критит он на данной таблице первом случае с тест 1 мы его не получим да но индекс не продублируется его надо будет создавать отдельно если сделать create table test 2 like тест то мы тоже получим таблицу точно такую же как тест но без индекса потому что не наследуется помолчание так поля будут такие же можно добавить еще каких-то полей при желании если очень хочется ну на практике я повторюсь я не видел никакого применения вот этому функционалу наследования в кроме как протеционирование более того у меня был булаз бд замечательная базов с бд когда она хранит объектно-ориентированный с бд и там хранилась информация об объектах вот таких вот обычных и активное наследование все хорошо все замечательно есть базовый объект и от него наследуется все остальное и встретились с такой замечательной ловушкой то есть например у нас есть объект информационная единица от него наследуется объект организация от этого объекта организация наследуется объект кафе объекта организация наследуется объект кинотеатр от объекта организация Наследуется объект Боулинг А потом внезапно Встал вопрос, а что делать с боулингом Который при этом еще и кафе То есть он вот в эту таблицу с наследованиями Он не входит, ну, никак Нет Ну, с моей точки зрения Концепция наследования в принципе несколько поломана Потому что Множественное наследование Оно создает много проблем И не то, чтобы очень много проблем решает Ну, а там замечательные кульбиты Когда заворачивается в ромб Наследование И все разваливается Значит, плюсы данной реализации секционирования следующие Ну, первый и основной плюс Он работает То есть этот механизм Он вполне себе работает Этим реально пользуется Минусы Первый минус Он достаточно очевидный Что это, в общем-то Не то, чтобы секционирование из коробки Это попытка симулировать секционирование На базе наследования Это костыль Вторая проблема, которая есть При вставке записи Мы должны их вставлять ровно в ту секцию В которую мы хотим Их добавить То есть мы должны сами Определять секцию В которой мы собираемся Добавлять данные При удалении При удалении изменений выборки Это необязательно То есть мы можем делать выборку На родительской таблице И оно будет изменяться в секциях В дочерних таблицах Но в случае с добавлением Нам нельзя добавлять непосредственно В родительскую таблицу Потому что иначе оно и добавится В родительскую таблицу Нам нужно явно добавлять В нужную нам Таблицу Проблема с foreign key Они просто не работают Почему? Ну, так получилось Либо foreign key Либо секционирование Выбирайте А foreign key не работает На дочерниках таблицы Или на базовых таблицах? Он не приведет То есть будет отдельный foreign key У каждой из дочерних таблиц? Можно сделать, да Отдельный foreign key Для каждой из дочерних таблиц Но, в общем-то Это такая Достаточно Суровая конструкция Я бы сказал То есть Ну, с этим тяжело работать Если вы сделаете foreign key На родительскую таблицу То он не будет работать Так, как хотелось бы А у нас здесь получится Динамическое создание таблицы То есть если мы там вставляем записи Выходим за порог То нужно будет еще один чек Создание В том-то все и дело Что оно не динамическое Оно статическое Захотели новую секцию Добавить ручками Да На дочерний каунт будет по дочернию таблице На родительской каунт будет по всем дочерним таблицам Ну, то есть С родительской таблицей Можно работать так Как будто нет секции При условии Что вы делаете все Кроме инсерта Инсерта Инсерт надо делать Явно на дочерний Почему? Потому что Иначе записи попадают Непосредственно в родительскую И вся идея секционирования Рассыпается Это можно частично обойти Созданием триггера На родительской таблице То есть Можно сказать Что мы создаем триггер на запись При инсерте Эту запись Перехватываем Вставляем в дочернюю И возвращаем пустую запись Но разваливается конструкция Инсерт и турбинг Она всегда возвращает пустоту То есть Если хорошенько обмазаться костылями Оно Позволяет работать Вот Как надо Но Тут надо Надо быть крайне аккуратным Вот Ну ладно Поехали дальше Есть Есть способ Сделать так Чтобы Костылей было чуть-чуть поменьше Ну то есть Часть костылей уже сделана за нас Есть определенное расширение Которое позволяет Как минимум Избавиться от ручного Добавления Удаления Секций Плюс Оно частично берет на себя Дополнительные оптимизации По тому Чтобы с этим секциями работать И добавлять можно Образительскую таблицу Это называется ПГ Паркман Оно не входит в комплект Позгласа Его можно отдельно скачать Отдельно установить И радоваться жизни Жить становится Немножко комфортнее Вот Ну Пример Как оно живет В общем-то То есть Создаем Таблицу Создаем индекс И дальше Вот Мы можем Добавлять новые секции Trade Transpartitions Если хотите Добавлять запись Удалять запись Играться с вот этим Безобразием Значит Минусы этого дела Ну плюс Более удобная работа С секциями Автоматическое создание Секции При добавлении новых записей Оно там Как минимум Поддержано Возможность Секционировать Не только Вот По ручному чеку Но и По диапазонам И по хэшу Особенно это полезно Для чего Потому что Это учитывается Как при выборке данных При запросах То есть Оптимизатор Он понимает эти вещи Данное расширение Добавляет некоторые Дополнительные опции Для оптимизатора Отдельные шаги И соответственно Можно добавлять Саму секцию Минусы Это расширение И расширение Это не входит В комплект Postgres Его надо отдельно ставить И ForNK По-прежнему не работает Значит Это расширение Сделано все равно На основе Да Да Насколько я знаю Да Я не игрался С тем Как оно в коде Живет Но насколько я знаю Да Кстати Сделано оно В России Вот И С десятой версии Обещают Секционирование Из коробки Выглядит оно Примерно следующим образом Почти как Наследование Только не наследование Плюсом Что является Во-первых Оптимизатор Оптимизатор Начинает Эти запросы Обрабатывать Лучше Во-вторых Postgres Знает Что это Действительно Секция Он не пытается С ними работать Как с наследованием Он не дает Добавить Данные В родительскую таблицу Если нету Соответствующей секции Если секция есть Он добавляет в секцию Если секции нет Он говорит Извините Нет секции Сначала создайте секцию Вот Ну Синтаксически Это будет примерно вот так Насчет плюсов Минусов Ничего не ведомо Потому что Фича еще Не готова То есть Она анонсирована Есть некая документация Благодаря чему Этот пример Вообще удалось Составить Но Пощупать ее К сожалению Нельзя Может быть К моменту Когда Вы будете Реализовывать Новый Волшебный Продукт С большой Аудиторией Она Уже Будет готова Так Ну ладно Продолжим Разговор Про оптимизацию Значит Оптимизация На уровне Приложения Когда идет Задача С тем Чтобы приложение Работало с базой Эффективно Обычно Сводится все К Тому Чтобы делать Во-первых Запросы Как можно Более маленькие Простые И не Нагружать С УБД Лишней активностью То есть Это вот первое Второе По возможности Операции Группировать Ну Например Если вы создаете Какие-то посты На форуме Там условно говоря Нам нужно создать 50 постов То Сказать что Мы создаем Первый пост Мы создаем Второй пост Мы создаем Третий пост Это То есть Отдельный вызов API на каждый пост Это в большинстве случаев Невыгодное решение Гораздо эффективнее Создавать сразу Пачкой То есть Принимать на вход Сразу пачку постов И их сразу же Отправлять в базу Если есть возможность Выполнить какие-то операции В рамках одной транзакции Часто имеет смысл Это сделать Потому что К примеру Когда Каждая транзакция Имеет накладной Накладные расходы На фиксирование Этой транзакции То есть Нужно время Чтобы сбросить Буфер на диск Если Выполнять Добавление Двух записей В одной транзакции То В большинстве случаев Оно будет иметь Примерно такое же Время выполнения Как и Примерно такое же Чуть-чуть побольше Как и добавление Одной записи В рамках транзакции То есть Взяли два Последовательных Добавления записи Из разных транзакций Объединили в одну Получили выигрыш Почти в два раза Так Что еще Полезного Значит Транзакции Параллельность С любой СУБД Лучше работать В несколько потоков Создавать тысячу потоков Для работы с СУБД В большинстве своем Избыточно Но Количество потоков Равное количеству Ядер на машине Вполне все разумно Иногда чуть побольше Работа с СУБД Последовательно В один поток В большинстве случаев Самый неоптимальный вариант Так Что еще можно сделать Избавление Нужно При работе с базой Избавляться От Длительного ожидания Параллельных запросов То есть Когда мы работаем Много потоков Всегда можно сделать так Что Один Одно Один из Потоков приложения Выполняет Какой-то Забодробительный запрос На 40 минут И все остальные Его ждут Нужно от таких Ситуаций избавляться Транзакции должны быть Как можно меньше Нужно не держать Блокировки Блокировок должно быть Тоже Как можно меньше Их надо избегать И Собственно Вот Общий принцип Теперь Чуть-чуть подробнее Значит На лодах Был замечательный момент Там Была такая вещь Как Внутриигровая почта То есть Есть письма Которые Можно Игрок может отправлять Письмо Хранится какое-то время Один игрок может Другому отправлять письмо Письмо Хранится 30 дней Потом Соответственно Если его не забрали Оно возвращается обратно Если его и там не забрали Оно удаляется безвозвратно Во время Одной рекламной акции Решено было Всем игрокам Разослать Какой-то предмет По внутриигровой почте Хорошо Сервера работают Делается запрос Insert into mails И дальше Описание письма Таблица С письмами Благополучно Блокируется на запись И весь сервер Благополучно Какой-то из игроков Начинает что-то делать С почтой И весь сервер Начинает ждать Пока закончится Весь этот insert Ждет Долго ждет Игроков уже всех Повыкидывало По таймауту Сервер все еще ждет Все хорошо Молодцы Добавили письма Потратили на это Каких-то там 30 минут Ну значит Подняли панику Все, беда, печаль Так делать нельзя В следующий раз Во время мейнтенса Надо добавлять письма Проходит месяц Письма протухают И наступает Удаление всех писем Которые старше месяца Но теперь Это уже не стороннее приложение Теперь сам сервер Этим занимается И благополучно Значит он залипает На этой операции На те же самые 30 минут То есть Империя наносит Ответный удар Мейнтенса Ну Техобслуживание На это время Почему-то никто не подгадал Это как всегда происходит В таких ситуациях Это произошло внезапно Значит Для того, чтобы избавиться От подобного рода Проблем Иногда имеет смысл Сделать Достаточно простую вещь Не пытаться удалить Все письма Старше Вот этого несчастного Интервала Старше 30 дней Старше 90 дней Удалять их пачками То есть Начинается транзакция Удаляются Рандомные 100 тысяч писем Которые больше Нужного времени Больше там 30 дней И завершается Транзакция Все Следующие 100 тысяч писем Начинается транзакция Удаляется Завершается транзакция Время блокировки У нас будет Не на время удаления Всех этих писем А на время удаления Одной пачки В результате Когда нужно удалить Несколько миллионов писем Оно более Оно получается Чуть подольше Потому что Накладные расходы На выборку На транзакции И так далее Но зато Оно несколько более Размазано по времени И не стопает Не останавливает Всех остальных Именно на вот этот Большой промежуток То есть Зачастую Имеет смысл Подобные вещи Делать Вот Пытаться Дробить Подобные операции На более мелкие Это не всегда Бывает ревиально Но Зачастую Это оправдано Когда какую-то Крупную операцию По Добавлению Удалению Каких-то элементов Просто уменьшают И делают из нее Что-то более мелкое Вот Так Ну Идея понятна То есть Основная суть Заключается в том Чтобы не держать Блокировку На данные Длительное время На лодах Тоже был забавный момент Заключался он В следующем Каждую ночь Где-то В 2 часа ночи Или в час ночи Происходила Смена игровых суток И во время Смены игровых суток Сбрасывалась информация В отдельную таблицу О том Сколько игроки Получили золото За Собственно Вот эти игровые сутки Чтобы понимать Как вообще живет Игровая экономика Такой вот Маленький отчетик Выглядит Примерно следующим образом Мы берем И добавляем В отдельную табличку Которая Значит Трата игрока Информацию По всем тратам За текущий день Добавили Молодцы Сделали Повесили блокировку И сказали А теперь Всех игроков Вот этот вот Замечательный счетчик Сбрасываем Здорово Значит Когда игрок Что-то тратит В Внутриигровых магазинах У него Значит Вот этот вот Траты за день Они увеличиваются На ту дельту Которую Собственно Он потратил Процедура Обновить Все Вот она Вот здесь Она благополучно Занимает Некоторое время И Выглядело так Что все игроки Знали Что как только Наступит час ночи На игроке Будет Лаг На две минуты Все это знали Соответственно Все Все с этим Жили Периодически Значит На форумах Нам говорили Что вот уже Какой год Исправить не можете Тыкали в нас В это Ну то есть Вроде как бы Две минуты Вроде не очень много Но С одной стороны Неприятно С другой стороны Если ты пошел Пошел Рейдом На босса И Рейд Значит Бьется С этим Несчастным Боссом И тут Как раз На две минуты Наступает Волшебная пауза Как то Не очень хорошо То есть Как можно Выйти из такой ситуации А причем Я хотел бы еще Заметить Важный момент Это вот этот Вот Форапдейт Кто нибудь Знает Зачем он нужен Почему Без него Нельзя Нет Триггер Плохая идея Ладно Суть заключается В следующем Уровень транзакции При работе С BD Идет Read Committed То есть Это Минимальный Уровень Изоляции Который Не допускает Грязного чтения И Если мы Здесь делаем Insert Без Форапдейта А потом Ниже Добавим Денюжку И здесь Делаем Вот этот Апдейт То нам Это удастся И информацию О тратах Которые прошли Между Вот этой Выборкой И апдейтом Мы потеряем Понятно Почему? Уровень Изоляция Изоляция Read Read Committed Мы видим Все данные Которые Были Закомичены Мы делаем Insert Берется Срез данных И добавляется В таблицу Мы делаем Апдейт Апдейт Мы можем сделать В этой ситуации В параллельном потоке Можем Здесь Блокировка Только Здесь данные Читаются Блокировки Нет Мы обновляем Данные Мы их обновили Транзакцию Закомитили Все хорошо Дальше Здесь Эта выборка Заканчивается И прилетает Апдейт И Благополучно Вот эти изменения Затираются Понятно? Нет В случае С ForUpdate У нас Будет Выборка Выборка Повесит блокировку На эти данные И этот запрос Будет ждать Пока не закончится Вся транзакция Целиком Где? Ну я так параметры назвал Просто Место Куда Подставляется Значение параметра Как-то Надо было Обозвать Обозвал Двоеточие Дельта И двоеточие Дельта И двоеточие Эдит То есть Если мы Убираем Здесь FullUpdate Мы немножко Сокращаем Время блокировки С одной стороны С другой стороны Мы Делаем Конструкцию Некорректной С точки зрения Параллельного Выполнения Мы теряем Часть данных Данная проблема Была решена Решена Она была Следующим Образом У игрока Было Добавлено Два Поля Помимо Сколько он Потратил За текущий День Сколько он Потратил За предыдущий День И номер О каком Дне Вообще Идет Речь В результате Получилась Следующая Вещь При Селекте Мы берем Информацию О текущем Дне Дня Сделали Сделали Инсер Интер Селект И здесь У нас Нет никаких Блокировок На запись На таблицу С ураками В случае С обновлением Запрос Стал Несколько Более Зубодробительным От От Несчастной Паузы Двухминутной Которая Происходила Ежедневно Ну Точнее Ежедневно Еженошно То есть В некоторых Ситуациях При помощи Модификации Схемы Модификации Алгоритма Записи Можно избавиться От блокировки Я не могу Сказать Что это Самый простой Способ Но Иногда Он работает Иногда Он бывает Оправдан Самое Смешное В этой Ситуации Что Когда Вот эта Схема Была Реализована Часть Серверов Все еще Работала На Майскуэль Там Этот Фокус Не привел Никакому Положительному Результату По причине Того Что Данный Запрос Верхний Он фактически Являлся Запросом На обновление То есть Поскольку Меняется Таблица Спенд Дейли И он Все равно Вешал Блокировку На Поэров С Такой Проблем Не было Так Следующее Что Группировка Апдейтов Был Замечательный Момент ММО РПГ И Есть Часть Предметов Которые Называются Трэш Лут То есть Это Такие Простенькие Лутовые Предметы Которые Выпадают С мобиков Когда Их Убиваешь То есть Постукал Мобику По голове Из него Выпал Меч Это Какой-нибудь Ржавый Меч Начинающего Воина Вот У него Есть Какие-то Характеристики Список Этих Предметов Изначально Был Благополучно Сгенерирован Скриптом И Было Там 30 тысяч Этих Предметов С разными Характеристиками Разными Названиями 30 тысяч Предметов С разными Названиями Переводчики Нам Очень сильно Припомнили И вот Были 30 тысяч Предметов Переводчики Нам Это Дело Очень Сильно Припомнили Потому Что 30 тысяч Совершенно Бредовых Названий Переводить Потом Соответственно Когда Геймдизайнеры Решили Поменять Характеристики Этих Предметов Нам Это Аукнулось Еще Раз И В Один Прекрасный Момент Было Решено Провернуть Фарш В Обратную Сторону Сделали Предмет Который В рантайме Вычислить Модификаторы Для Названия И для Его Характеристик Вот Все хорошо Все прекрасно Соответственно Надо было 30 тысяч Записей Поменять На По какому-то Определенному Критерию 30 тысяч Апдейтов Примерный Размер Записи С предметами Был порядка Там 10 миллионов Я честно Честно говоря Не помню Порядок Цифра Примерно Такой То есть Если Посмотреть Как это Выглядело Бы В лоб Решая Данную Задачу То есть Это выглядит Апдейт Предмет Меняем Есть Ресурс Айди Уровень Такой Метаданные Такие То есть У него Ресурс Айди Такой И Таких Запросов 30 тысяч Штук Надо Отметить Что Подобное Подобное Обновление Записи Оно Не Является Самым Эффективным Почему 30 тысяч Однотипных Запросов Каждый Запрос Будет Выполняться Независимо И По сути Своей Таблицу С предметами Надо Будет По-разному Прошерстить Порядка 30 тысяч Раз Чтобы Ускорить Данный Запрос В несколько Тысяч Раз Можно Воспользоваться Достаточно Простым Фокусом Создать Временную Таблицу И В нее Занести Вот Эта Таблица В соответствии Значение Предмета Которое Было Идентификатор Предмета Который Был До Нужный Уровень Нужные Метаданные Занести Туда Эти Несчастные 30 тысяч Записей И Потом Единым Апдейтом Обновить Все С точки зрения Производительности Этот вариант Намного Предпочтительнее То есть Это Достаточно Типовой Кейс Когда Нужно Сделать Много Однотипных Апдейтов Имеет Смысл Создать Временную Таблицу В нее Загнать Нужное Количество Записей Потом Единым Запросом Провернуть Весь Фарш Вот Кстати Вот этот Замечательный Предмет Действительно Существует В игре Остальные Примеры Таких Оригинальных Но У них Были Такие Забавные Названия И кто-то На форуме Пошутил Что Вот Наверняка Должен быть Предмет С вот таким Вот именем Шутку Оценили И Геймдизайнеры Действительно Действительно Завели Предмет Назывался Он Сейчас Я прочту Добротный Мефриловый Меч Очень при Очень Могучего Славного Непобедимого Героя Следопыта Со вставками Рубинов И платиновой Граммировкой На джунском Языке Ну и В качестве Примечания Надпись На клинке Гласит Будьте Осторожны Со своими Желаниями Ведь они Могут И исполниться То есть Этот предмет Действительно Был заведен В игру Самое Забавное Как я О нем Узнал В игре Был Внутриигровой Аукцион Во Внутриигровом Аукционе Можно Выставить Предметы На продажу Это Единственное Место В базе Где Хранились Названия Предметов Текстом Название Предметов Текстом Там было Для нескольких Языков Несколько Текстовых Полей Каждое Текстовое Поле Имеет Определенный Лимит По длине Это был MySQL И в MySQL Таблица Была В памяти В MySQL Важный Момент Там Таблица В памяти Если создается Варчар Она Занимает Ровно Столько Сколько Можно Запихнуть По максимуму В результате Поля Были С некоторым Запасом Но данный Предмет В них Не уместился Соответственно Узнали Мы Об этом Предмете В тот момент Когда Базу Раскорячило Аукцион Перестал Работать Потому Что При попытке Добавить В эту Временную Таблицу Через Которую Поиск Аукциона Происходило Происходило Исключение Со стороны MySQL На следующем Этапе Он опять Подался Добавить И Короче Вот так В цикле Гонял Одну и ту же Информацию По факту Ничего не менялось Народ жаловался Что ничего не работает Вот так Я узнал Об этом Замечательном предмете Так что С пасхалками Надо быть Аккуратным Значит Массовая Вставка Данных В некоторых Ситуациях Имеет Смысл Вставить Не одну Запись Нужно Вставить Не одну Запись А 10 20 30 50 Если Брать Простой Вариант Выглядит Это Примерно Следующим Образом Мы берем Запросик Делаем Prepare Statement Под этот Запрос И в цикле Набиваем Данную Выполняем Заполняем Параметры И выполняем Запрос Это Собственно Решение В лоб Можно Сделать Решение Более Плохим И Вынести Ну Внести Prepare Statement В цикл Тогда Оно станет Еще хуже Но В принципе Суть в том Что Во многих Языках Есть Встроенные Средства Выполнение Этой Операции Более Эффективно Чем Данный Конкретный Пример В чем Проблема Этого Примера Кто-нибудь Знает Основная Проблема Данного Примера В том Что Запрос На Команде Execute Будет Отправляться На Субд И Ждать Мы будем Ждать Ответа Субд Отправили Запрос Выполнили Получили Ответ Следующая Запись Отправили Запрос Там Выполнили Получили Ответ Все Делается Последовательно Даже Если Это Выполняется По Локальной Сети Это Не Очень Выгодно С одной С одной С другой Потому Что Субд В общем То Делает Одну И ту же Однотипную Работу Мы Операции Выполняем По одной Да еще И Последовательно В Джаве Есть Простой Способ Решения Этой Проблемы Суть Сводится К следующему Есть Понятие Батча Запросов Когда Мы Выполняем Несколько Запросов За Один Присест Мы Делаем Prepare Statement В этот Момент По сети Отправляется Информация О том Что Данный Запрос Надо Подготовить Получается Какой Тут Идентификатор От Присест Добавляем Записи Записи На момент AddBatch Не Уходят На Subbd Вообще Никак И Потом В какой-то Момент Времени Когда Значит Сочтем Нужным Вызываем ExecuteBatch Java Все Эти Запросы Отправят На Subbd Выполнит Вернет Нам Результат И Мы На этом Выиграем Ничего Почему Так Произойдет Произойдет Так По Следующей Причине Мы Выполняем Prepare Statement Добавляем Говорим Java Какие Записи Мы Собираемся Добавить И Говорим Java Выполни Записи Что Сделает В этот Момент Java Java Сделает Следующее Она Отправит Первую Пачку Данных Подождет Результат Отправит Вторую Пачку Данных Подождет Результат Отправит Третью Пачку Данных Подождет Результат Ну И так Соответственно Сколько У нас Там 100 Записей Вот Что мы сделали Это Последовательное Выполнение Ушло Из Вот Этой Строчки Вот В эту Ну Снаружи Это Обнаружить Трудно Такое Поведение Я Такие Вещи Проверяю Снифером Просто Посмотрю Ситевой Трафик Когда я Столкнулся С этой Проблемой Первый Вопрос Был Собственно Что Происходит Почему И Выяснилось Следующее Что По факту На Субэдэ Уходит Не такой Запрос Уходит Запрос Insert Интер Full Name Description Values Вопрос Вопрос Ретурнинг Звездочка И на Вот этом Ретурнинг Звездочка Джава Берет И получает Идентификатор Записи Который У нас Добавляется Вот эти Айдишки Если Немножечко Модифицировать Prepare Statement И сказать Ему Что нам Не нужны Идентификаторы Которые Были Присвоены Записи То Запрос Начинает Работать Совсем По-другому Выполняется Prepare Statement Добавляется В память Потом Execute Batch Java Отправляет Все 100 Записей Не дожидаясь Ответа И потом Переваривает Те ответы Которые Пришли На вот эти 100 Записей То есть Они действительно Выполняются Одной пачкой Какая У этого Кода Есть Мораль Моралей Две Первая Почти В любом Языке Есть Какая-то Конструкция Позволяющая Выполнять Однотипные Запросы Пачкой Мораль Вторая Надо проверять Что она Делает По факту Потому Что Это Было Неожиданно Значит С точки Зрения Того Насколько Полезна Эта Операция В моем Случае Добавление Там Условно Говоря Двух Записей Последовательно И 100 Записей Вот В режиме Пачки Они Оно Примерно Одно Время Занимает Если Строкой То есть В строку Добавлять Какие значения В цикле Строку Отгонять Отправлять Длинную Строку Там Сто Тавок Да Так Она тоже Будет Ну Я не возьмусь Утверждать Какой из Вариантов Будет Быстрее Через Препей Стейтмент Или Через Формирование Длинного Запроса У которого Куча Значений Вэльюс Как бы Зависит От разных Факторов Но Но В целом Она Должна Дать Примерно Одинаковый Результат Вот Но Суть Сводится К тому Что Запросы Имеет Смысл Группировать То есть Не Не Нужно Сходить В магазин По принципу Сходили Купили хлеба Пришли Ага Надо еще Колбасы Купить Пошли Сходили Купили Колбасы Вернулись Так Что нам Еще Мы Хотели Купить Сока Пошли Сходили Купили Сок Ну То есть Надо Брать Список Продуктов Сразу Весь Теликом Так Есть Еще Один Вариант Позволяющий Вставлять Данные С Реактивной Скоростью Это Команда Копия Суть Заключается В следующем Рец Убд Внезапно Пасгрест Входит В число Имеют Дополнительные Не Стандартные Команды Которые Позволяют Делать Вставку Данных Вот Именно Массово То есть Допустим Вам Нужно Вставить Миллион Записей И Вы Хотите Это Сделать Быстро Допустим 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 Суть 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 Сводится К Следующему В отличие От Insert Она Принимает На вход Поток Данных Типа Кома Сепаратит Либо Двоичный Допустим В В частности Команда Команда Копи Активно Используется При Резервном Копировании При Восстановлении Резервных Копий То есть При Создании Бэкапа Бэкап Внутри Себя Содержит Создание Схемы Данных Команду Копи Которые Позволяют Эти данные Потом Пчитать И Отдельно И далее Создание Индексов Индексов Констрейнов И так далее При Загрузке Бэкапа Разворачивается Сначала Схема Таблица И так далее Потом Заливаются Данные Через Копи Фром И Создаются Констрейны Индексы Так Ну Поехали Блокировки Есть Несколько Разных Видов Блокировок В частности Блокировки Есть Пессимистические И Оптимистические В чем Разница Знаете Нет То есть Это Термин Он Не из Суб. Дэ Пришел Он Как бы Общесистемный Пессимистическая Блокировка Мы берем Ставим Лог Все Поставили Лог Сюда Никому не Ходить Ждите Пока Мы Закончим Делаем Какую-то Полезную Деятельность Закончили Сняли Лог Вот Типичный Пример Пессимистичной Блокировки Мы Создали Транзакцию Сделали Селект Для Обновления Данный Селект Автоматически Поставит Блокировку На эту Запись Сделали Какую-то Полезную Активность Чтобы Выяснить А что Собственно Говоря Нам Теперь Нужно В эту Запись Поместить И Обновили Запись Сделали Коммит Коммит Автоматически Снимает Все Блокировки Которые Данная Транзакция Породила Если Мы Очень Долго Думаем Между Этими Двумя Событиями То В общем-то Не очень Хорошо Происходит Потому Что Мы Держим Блокировку На данной Записи Никто Другой Эту Запись Поменять Не Может Читать Можно Писать Нельзя В случае С оптимистической Блокировкой Делают Следующий Кульбит Вводят Отдельное Полис Версии Которая Версия Объекта Прочитали Запомнили Какая версия У этого Объекта Блокировки На данном Этапе Нет Фактически Сделали Какую-то Полезную Деятельность Выяснили Что мы Должны Сохранить И Говорить Обновить Объект У которого Поменять Состояние Счета Поменять Ему Номер Версии При условии Что у него Версия Такая Проверяем По выполнению Этого Запроса Сколько Записей Поменялось Если Запись Поменялась Все Хорошо Мы Молодцы Если Запись Не Поменялась Повторяем Весь Цикл Берем Запись Выполняем Всю Работу Которую Нам Нужно Выполнить Которая Длительная И Делаем Опдейт И так До тех Пор Пока Не Получится Такой Подход Называется Оптимистической Блокировкой Суть Сводится К тому Что По факту Блокировки Нет И Используется Команда На обновление Идет Обновить Если Запись Не Поменялась Основная Польза От этого Подхода В том Что У нас Мы Никого Не ждем Никого Не держим И Это Хорошо Работает Когда У нас Коллизия По блокировкам Достаточно Редкая Либо Когда Мы В середине Можем Отказаться От этих Изменений То есть Мы В общем-то На этапе Взятия Версии Не знаем А будем ли Вообще Что-то Менять Может Нам Это Не Нужно Если Мы Делаем Флопдейт А потом Не делаем Ничего То В общем-то Некрасиво Мы Взяли Блокировку Ничего Здесь Поменяли Все Остальные Нас Подождали А Ничего Полезного Мы Не Сделали Ну Изначально Версия Делается Равной Единичке Либо Нулю А потом Увеличивается Вот На таких Запросах Просто На единицу Все Нам Главное Чтобы Версия Совпадала С той Версией Которая Была На момент Чтения Да Основная Идея Сводится К тому Что Поменять Запись Если Запись Не Поменялась С Кем-то Другим Еще Один Важный Момент Данного Подхода В том Что В случае Если Мы Берем Блокировки На Конкретной Записи Возможно Такая Неприятная Вещь Как Укрупнение Блокировок То Есть Мы Взяли Блокировку На 100 Записей Postgres Решил Что Хранить 100 Записей О Блокировках Не Нужно Мы Можем Сказать Что Мы Заблокировали Вот Эти Там 30 Страниц В Этих 30 Страницах Реально Расположено 30 Тысяч Записей И Мы Получается Что По Факту Несмотря На То Что Менять Мы Будем Только 100 Записей Держим Мы Гораздо Больше В случае С Оптимистической Такой Проблемы Нет Еще Один Вариантов Решения Данной Проблемы Может быть В том Чтобы Ограничить Время Ожидания Блокировки Вариант Это Не Очень Красивый То Есть Идея Сводится К следующему Мы Можем Сказать Что Если Запрос Не Будет Выполнен В течение 0 1 Секунды То И Пес С ним 30 Минут Мы Не Хотим Ничего Ждать Хотим Чтобы Либо Сейчас Либо Никогда Пользователю Будет Выведено Сообщение Об ошибке Он На него Посмотрит Расстроится Попробует Еще раз Еще раз Получит сообщение Об ошибке Еще раз Расстроится И Еще раз Попробует Значит Если Все будет Хорошо Он Обрадуется Если Расстроится Снова Пойдет Спать Но Все Остальные В это Время Могут Спокойно Работать То Несмотря На то Что Блокировка Есть Весь Сервис Не Будет Ждать Этой Несчастной Блокировки Впользователю С некоторого Времени Есть Возможность Ограничивать Время Блокировки Суть Вводится К следующему Мы говорим Что ждать Не более Чем 100 Миллисекунд Все Если Ждем Дольше Транзакция Откатится Володах С этим Был Забавный Момент Были Тестовые Сервера На Тестовых Серверах Можно Было Играть До Как Версия Попадет На Боевые Чтобы Попасть На Тестовый Сервер Надо Было На Сайте Сказать Я Хочу И Люди Которые Отметились Они Раз В Какое-то Время Переносятся На Тестовый Сервер Специальным сервисом Выгружаются С Боевых И Заносятся На Тестовый В Один Прекрасный Момент Во Время Одной Из Таких Выгрузок На Тестовом Сервере Кто-то Нажал Переименовать Свой Корабль На Корабле Внезапно На Имени Корабля Был Уникюр Констрейн И Корабль С этим Именем Был Как раз Добавлялся В пачке Импорта Импортировались Игроки Порядка Сорока Минут Все Это Время Тестовый Сервер Он Не Может Сказать Что Констрейн Нарушен Потому Что Транзакция Которая Осуществляет Импорт Еще Не Завершилась Она Еще Не Подтверждена А Вдруг Она Откатится Мы Тогда Сможем Переименовать Корабль Но Разрешить Переименовать Корабль Он Тоже Не Может Потому Что Индекс Меняется Запись Заблокирована И Вот 40 Минут Сервер Находился В Состоянии При этом Надо Отметить Что Был Отдельный Механизм На Джаве Написанный Который Гласит Что Если У нас Есть Какой-то Поток Который Находится В состоянии Заклинило Дольше Чем 30 Секунд Его Надо Убить Этот Механизм Не Сработал То Он Пришел К Джаве Сказал Что У нас Есть Поток Да Давайте Убьем его Джава Говорит Ну Хорошо Мы Сейчас В Нейтив Коде Ждем Как Только Мы Из Нейтив Кода Выйдем Мы Его Сразу Прикончим Из Нейтив Кода Мы Вышли Когда Транзакция Закончилась То Есть Через Несчастные 40 Минут Вот При Такой Конструкции Ожидание Будет Непосредственно На уровне Суб То Если Будет Какой-то Большой Объем Работы Которые Нужно Просто Долго Выполнять Оно Выполнится Если Именно Блокировку Ждем То Мы Можем Ждать Ее Гораздо Меньше То Есть Либо Выполним Либо Либо Выполним Сейчас Либо Не Выполним Никогда Да Нет Пристрелил Ту Операцию Которая Переменовывала Корабль Ну То Есть Там Был Определенный Механизм Восстановления Но Сработало Не Так Как Ожидалось Но Зато Благодаря Этому Мы Знали Информацию Где Конкретно Искать Проблему То Есть Детект Того Что Запрос Выполнялся Долго Мы Знали По Коду Откуда Он Пришел И Поэтому Смогли Легко Поправить Эту Проблему Позже То Исправление Было Два Мы Добавили Такие Вот Эту Блокировку Это Лимит И Второй Момент Мы Все Эти Переименования Которые Влекут За собой Блокировку Индекса Вздвинули На Конец Импорта Игроков В Некоторых Ситуациях Нужно Создать Индекс Возникает Такое Желание При Этом Если Создавать Индекс Вот Такой Волшебной Конструкции Create Index То Таблица Будет Заблокирована На Запись Если Мы Хотим Создавать Индекс Без Остановки Сервиса То Это Бывает Нежелательно Можно Создавать Индекс Чуть Подольше Но Без Блокировки Для Этого Нужен Вложок Concurrently В Этой Ситуации Индекс Создается Блокировки Записей Нет Он Создается Дольше Потому Что Там Гораздо Больше Телудвижения Нужно Чтобы Поддержать Изолированность Но Зато Не Надо Станавливать Сервис Это Бывает Полезно Так И Еще Одна Волшебная Особенность Которая Мне Очень Нравится Поддержка Это Возможность Изменения Полей В Alter Table Опять Так Если У вас Есть Миграция И Вам Нужно Поменять Допустим Тип Поля Либо Занести В поле Какое То Значение Которое Должно Вычислиться На Базе Других Полей Что Делается В Классическом Варианте Мы Берем И Говорим Мы Создаем Ну Для Иллюстрации Мы Меняем Тип Поле С Количества Секунд Сначала Epoch Но На Time Стемп Мы Создаем Новый Столбец И Говорим Что Этот Столбец Time Стемп Тезе При Этом Мы Говорим Что Этот Столбец По умолчанию Имеет Значение Null Что Null Был Нам Не Нужен Нull Был Но Мы Должны Это Сказать Потому Что Иначе Нам Нужно Какими Значения И Заинитализируем Сколько Такой Запрос Выполняется Кто-нибудь Знает Ну Давайте Ваши варианты Долго Быстро На самом деле Он Будет Выполняться Быстро Почему Просто Меняется Метод Данные Таблицы Фактически Таблица Не Меняется В ней Добавляется Только Вот Информация О том Что У нее Есть Еще Один Столбик Поскольку Этого Столбца Раньше Не Был Он Везде Принимает Значение Null Автоматически Как Отсутствующий Далее Update Rating И Задаем Новое Значение В этот Столбец Ну Очевидно Что Этот Запрос Уже Будет Выполняться Не Мгновенно Я думаю Стейбл Set Not Null Сколько Будет Выполняться Вот этот Запрос Как Вы Думаете Почему Да Тут Нужна Проверка Того Что Там Нет Null Значения Поэтому Этот Запрос Также Будет Выполняться Долго Вот Такой Вот Простой Способ Изменения Типа Столбика С Количества Секунд От Начала 1970 Года На Таймстемп ТЗ Красиво Элегантно И Быстро Есть Более Приятный Синтексис Для Данной Конструкции Суть Его Освоится К Следующему Меняется Столбец Меняется У него Тип Данных Здесь Можно Указать Любой Тип Данных И Говорим Каким Значением Как Нужно Вычислить Новое Значение Данного Столбца Данная Конструкция Будет Выполняться Заметно Быстрее Чем Вот Это Ну И Соответственно За Один Присед Если Мы Хотим Добавить Столбец И Сразу Задать Ему Какое-то Имя То Мы Должны Сделать Alter Table Added Column Какой-то Тип Потом Сделать Сразу В Этом Ж Запросе Alter Column И Вперед Под музыку Вот За счет Вот таких Преобразований Можно Достаточно Сильно Ну Их можно Комбинировать И можно Сильно Уменьшать Количество Именно Операций Перекладывания Переливания Из Пустого В Порожнее Для Таблиц При Изменении Структуру Так Ну Вроде бы Все У меня На сегодня Все Теплиц 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 Продолжение следует...